Аденоиды у детей или аденоидные вегетации, аденоидные разрастания, широко распространенные заболевания, встречаются у детей в возрасте от 1 до 15 лет. Наиболее часто страдают дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет. Почему именно дети чаще всего подвержены разрастанию носоглоточной миндалины? Насколько это опасно и что предпринимать родителям, расскажет врач-утоларинголог Марина Викторовна Жулуманова. Марина Викторовна Жулуманова, отоларинголог, врач высшей категории, стаж работы более 7 лет. Марина Викторовна, начнем с главного вопроса. Почему аденоиды встречаются у детей и правда ли, что взрослые застрахованы от такой проблемы? Аденоиды, они относятся к лимфоидному глоточному кольцу, находятся в носоглотке. И с рождения есть у каждого ребенка. Функция их иммунологическая, то есть наработка местного и общего иммунитета. Основной пик их работы приходится от 3 до 7 лет. Когда они свою иммунологическую функцию уже выполнили, они подвергаются обратному развитию. К 14 годам их уже сложно у кого-либо найти. Участились случаи обнаружения аденоидов у взрослого человека. Связано это с тем, что у человека может быть ослаблен иммунитет. Человек может быть с одегощенным аллергическим анамнезом, например, аллергическим ринитом. Либо есть какой-то иммунопатологический процесс, начиная с детского возраста. И насколько очевидно начало воспалительного процесса в данной области? Или есть латентный период? В основном это идет вяло текущее все. То есть постепенно у ребенка начинает затрудняться носовое дыхание. Он начинает во сне сопеть, немножко подхрапывать. Мы видим приоткрытый рот, то есть не всегда сопровождается с повышением температуры. А уже когда они потихоньку начинают расти, аденоиды, мы видим обострение в виде температуры, насморка, зеленых соплей, кашля. Тогда мы ставим диагноз обострения хронического аденоидита. Какими должны быть действия родителей? Может быть составим небольшую памятку? Что можно делать в данном случае, а что категорически запрещено? Во-первых, всячески повышать иммунитет ребенка. Специфическими и неспецифическими средствами, возможно даже какими-то народными методами. Но не нужно ребенка водить в баню, что любят родители часто делать, чрезмерно закаливать. Можно ребенку промывать нос различными морскими спреями. Но, к сожалению, если у ребенка затрудненное носовое дыхание, то есть ребенок ходит с открытым родоводством, в том, он храпит, то есть это не самое начало заболевания, родители просто упустили момент. Мы не можем осуществлять промывание носа, поскольку мы вызовем атип. Есть такое мнение, что ребенок аденоиды перерастет. Но, с другой стороны, здесь и до осложнений недалеко. Так как же быть? Ждать, когда ребенок вырастет, или не упускать момент? Чисто теоретически-то, конечно, ребенок аденоиды перерасти может. Но, наверное, если родители столкнулись с этой проблемой, то, как правило, они не могут дожидаться того возраста, когда они начинают уменьшаться. Ребенок страдает, у него страдает головной мозг от гипоксии, не дышит нос, он отстает в развитии, он становится более плаксивым, непослушным, из-за того, что просто элементарный недостаток кислорода. У него страдает речь, часто направляют логопеды. Также слух, как и осложнение последствий айтита, тоже ведет к нарушению речи. Поэтому все-таки стоит обращаться к доктору, как только вы увидели первые симптомы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова